всем доброе утро друзья всем доброе утро мой ты так ночь у нас прошла можно сказать прошла потому что пол ночи у нас и шел очень офигительный дождь даже накрыли тентом успели и он спас потому что много воды к нам не затекала ульяна все-таки решила спать в машине принципе мы не ожидали но где-то я в глубине души надеялся что она все-таки холи ну что ты все тут запутаешь что она соберется будет сильная и останется упорно в машине что она и сделала на спала машине это был мой план по ее взрослению и как это сказать принятие ответственности а так ночь в принципе прикольно собака у нас немного подвывала рыбырла на две большущие ямы у нас за этим чтобы нам вода не затекала молодец тоже скажем спасибо ну а так в принципе посмотрите вырвалась один раз точно блин мы такие просыпаемся и причем вижу вдвоем и слышно ты да не Buzzzek и ты навсегда а не меня мельком прозвучала может какая-то другая или что-то подошла медалатте вот я выхожу я типа холи место ну и пока я в расстегнул пока я дел кофту пока не вышел она уже сидит на своем местечке ошейнику не спал потому что она все-таки была мокрая, и ошейник был мокрый, и получается она, видно, уперлась или что, и слетел ошейник. Но молодец, она вернулась. По зову. Да. Над ней была палатка. Она просто почему была мокрая? Потому что она решила погулять, пойти порыться и все такое. Но спала она нормально, под навесом, то есть ей тоже было комфортно. В этот раз она более адаптировалась. Молодец. Вот все приключения, в принципе, за ночь. Поэтому мне было потом еще полчаса уснуть тяжело. Потому что ты такой лежишь, прислушиваешься. А у нас еще с этой штуки зеленая вода стекала. Слышала? Да, да. Она такая шлеп, шлеп, как ветер подыло. И кажется, как будто кто-то там то ли шлепками, ты такой уже себе в голове рисуешь, то кто-то там шлепками шлепает вокруг. А получается в лесу слышимость офигительная. Там одна компания до двух ночи кричала. И один горластый парень, один голос, его и было слышно всю ночь, короче. И вот эта компания горлопанила, и свет горел. И оно, получается, силуэт. И я как понимал, что Холли где-то рядом. Я такой раз, и глаза открываю. Из-за того, что кто-то светит вокруг, и силуэт Холли вырисовывался на нашей палатке. Я такая, ага, она где-то там рядом. Потому что Лена такая, иди, иди. Она типа запуталась в цепочке, может быть. Я такой открыл, смотри, силуэт на месте. Так, оп. Хорошо, да. И все. Что? А ты что? Оса, ну... Ты думаешь, оса тебя понимает? В общем, по поводу Ульяны. Опробовали мы первый раз вот этот спальный мешок. Оказался теплым. Ну да, ей понравилось. И она не пожаловалась на холод. И что еще? Я в машине открыл немного люк, чтобы ей воздух был. И окошко переднее. С опаской, конечно, что дождь туда накапает, но вроде бы сухо. Но в принципе, ей, я так понял, понравилось, сказала, что жестковато, поэтому будет спать в машине. Ну, пожалуйста. Просто она, друзья, боится спать с нами в палатке. Я скажу секрет. Не, молодец, молодец. Я бы точно не спала сама в машине. В палатке просто больше звуков. В машине не так слышность. Нет. А в палатке то вот это там, пошуршите. Доброе утро. То это пошуршит. Это кто здесь ходит? То что-то еще, да. То, я же как сказал, вода шлепнет. Тут шлепками шлепает. Вот у шлепки. Господи. Ну. Ладно, друзья, сейчас собираемся мы завтракать. Вот такая у нас была ночь. Первая. Хорошая. На новом месте. Холли просто счастлива. Просто счастлива. Я с ней тут еще погулял, походил, кружок сделал, потренировал. У нее что-то новые запахи, новые. Это она... И что, она не писает возле... Возле себя вот именно нет. А в доме, пожалуйста. То есть она всю ночь вечером терпела. Э, перестань ныть. Вечером терпела. Утром, я же думал, ну у нее же территория есть, писай, какай, что хочешь там делать. Нифига. Да, я же дождалась, я же повел ее туда. Она свои шишки выдавила там. Она же тут шишек нахомяет. Э, ну перестань ныть. И все. А писает она вообще, я ее повел, она на асфальте где-то села, короче. А вот здесь рядом нет. А дома... На ковру особенно. Класс. И она не то, что, она идет расслабленно, такая, даже не садится, не нюхает, она просто идет и... Садит свой... И идет так, и так смотрит на нас. И у нее, если бы у собаки мы понимали, что это улыбка, я думаю, это и есть улыбка. Она такая... Ждет нашу реакцию. Ой, ты злайка, злайка наша сладенькая. Так, ну хорошо, пошлите завтракать. Мне еще чуть-чуть надо. Котлеты на бургере жарили на сковороде. Водички дать тебе? У нас два микрофона включена. Водички дать? Очень вкусно. Мне прям понравилось. Миша ест пюре. Не хочет она, да. Все. Жужжа, она ничего не поела. Ну, булочку дадим. Бургер дадим без помидора и салата. Котлетку пусть ест. Ну-ка, мне это пирожки не особо. Да? Чувствуется искусственность. Так, друзья, выехали мы в поисках горячего источника. Вроде как, девять минут, да? Ехать. А надеемся, нас с Мишкой пустят. Надеемся, все там хорошо. И нам удастся хорошо провести время. Здесь тут такой небольшой городочек, но уютный. Маленький, но уютный. Симпатичный. И в этом же городке получается кемп-зона. И вот, наконец-то, долгожданные наши гости. Смотрите, это папа, наверное, то двое детей и мама. Ой, какой красавец, благородный козел. Ой, такие хорошие. Ой, красавцы, красавцы. Маленькие такие. Маленькие. Первые дикие звери, которые мы увидели за нашу поездку. Надеемся, не последние. Но к нам в гости в палатку никто не постучится. Смотрите, все в цветах. Все. Все здания в цветах. Красиво. Дома все старые. Но главное, чтобы было чисто и уютно. Самое главное. Да. Нам понравилась локация на кемпинг. Я думаю, что мы будем сюда чаще ездить. Сейчас будем проезжать между скалами. Смотрите, как красиво. Дорога очень красивая. Прям захватывающая. Смотрите. Каком-то кино, да? Красота. Красота. Как будто останавливается дыхание. Очень красиво. Атмосферно здесь. Антон в машине мух ловит комаров. Дети сидят тихоненько. смотрят. Друзья, большое разочарование. Горячий источник закрыт. Едем назад на наш кемпсайт. Хотелось нам там побывать. Мы уже там были. классное место. Но увы. И погода, кстати, испортилась. Холодно. Сколько? 16 градусов. Представляете? раньше времени домой не поедем. Будем здесь. Будем здесь. Мне очень этот городок понравился. Уютный. какое-то развлечение для детей здесь. Мини-гольф. Ресторанов куча. Кафешек разных. И ветра на сегодня. Так неприятно даже. Друзья, знаете, что это такое? Это шелтер. Сейчас хочу вам показать. Внешне он так себе, конечно, но внутри достаточно все неплохо. Вот табличка указана на то, что нельзя, нельзя костры сжечь. Значит, есть свет. Смотрите, здесь достаточно прилично, друзья. Столы чистые, пол тоже без мусора, да. Печки. Печками тоже пользоваться нельзя, так как они должны быть на дровах. Получается на 6 семей. Но классно, что есть такие условия, такое предложение. Если дождь, например, и ты приехал с палаткой, то почему сюда не прийти, не поужинать, обедать или завтракать. Вот здесь уже открытые окна. Достаточно. Мне здесь понравилось, друзья. Классно. Видно, что здесь убирается. Тоже есть, получается, в соседнем здании туалеты, нормальные туалеты, не биотуалеты, душ, душевые кабины есть место даже для макияжа. Отдельное зеркальце там разложить, косметику, да, такой столик есть. И отдельное место менять маленьким деткам подгузники. Ну, а в будущем мы, конечно, хотели бы такую машину и путешествовать на такой машине. это, конечно, дорого, но мечты, как правило, они рано или поздно не сбываются. Вот, тоже есть вода, все здесь есть. И таких, смотрите, один туалет, один шелтер, и ровно напротив, через дорогу, другой шелтер и туалет. Вообще классно. Вот это, вот это хорошее условие. Нам нравится здесь. Обедать будем ребрами. Поджариваем, подогреваем на сковородке вот такой вот салатик. Миюшка и довольная, довольная Холли. Грязная, страшная. Смотрите. И довольная Холли. она просто счастлива, она просто счастлива здесь быть. Друзья, у нас тихий час у миюшки. одной миюшки. В общем, играем мы в новую игру. Где коробочка? Покажешь? Очень увлекательная карточная игра. Прям Ульяна заценила. 8+, от 2 до 5 плееров, игроков. В общем, классно. Ульяна прям давайте еще, давайте еще, давайте еще. В общем, это какой круг уже? Шестой, наверное. Ну, действительно, такая увлекательная игра. Нам очень понравилось. Очень, очень. Так что, друзья, рекомендуем. Значит, друзья, купили мы golden berry. Вроде как покупали, но забыли, какие они на вкус. Сейчас будем пробовать. Я уже, вернее, попробовала. И ребятам не терпится попробовать, какие же они на вкус. Я знаю, какие на вкус. Как алычане, да? Как крыжовник? Пробуйте. Как крыжовник? Как на украинском крыжовник? На, попробуй. Попробуй. Но гуд. 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 Немного заблокая попадалась. Немного терпкие. Но вкусные. Холи. Ну успокойся. Так, Миша, осторожно. Кислый? Да, почему не кислый? Значит, друзья, у нас будут хот-доги. Поджарили уже картошку и будем сейчас жарить сосисочки на хот-доге. Вкусно? Все? Дайте, Миша не хочет, Миша не не хочет. У нее камень есть пробовать. Да? Смотри, чтобы аккуратно на пальчики не упал. не упал. не упал. не упал. Немного